У меня всегда очень забавляет, как на вебинар записываются 800 человек, а приходят 33. Вебинар будет длиться часа полтора, может быть час. Я сразу скажу, что мне важно, чтобы если вы пришли действительно получить знания, если вы действительно хотите монетизировать свои знания и зарабатывать от 400 тысяч рублей в месяц, то очень важно, чтобы вы этот вебинар послушали внимательно. Хорошо? То есть, чтобы я понимаю, что вы сейчас будете там кто-то готовить, кто-то гулять, кто-то ехать за рулем, но максимально, чтобы вы присутствовали и чтобы максимально вы участвовали в нашем диалоге, потому что у меня нет задачи только рассказать, у меня есть задача вас услышать. Напишите, пожалуйста, сейчас я включу другой слайд, почему пришли на этот вебинар, какая у вас профессия, о чем ваш блог, прям напишите, я сейчас прочитаю комментарии, почему пришли на этот вебинар, какая у вас профессия, о чем ваш блог, и можете написать, сколько онлайн-курсов вы уже прошли, то есть обратили ли вы внимание, что онлайн-обучение, оно нарастает обороты, все больше и больше людей обучается, в том числе я достаточно много обучаюсь, и я могу сказать, что те знания, которые я получила в УЗИ, когда я училась на факультете журналистики, и те знания, которые я сейчас получаю на курсах, они порой равны тем шести годам, которые я училась в УЗИ, как бы это странно не звучало. Поэтому мне интересно, есть ли здесь кто реально хочет создать свой курс, кто реально хочет создать свой курс, а не просто пришел, потому что любит меня и любит мои вебинары, вот кто действительно хочет создать курс, поставьте, пожалуйста, семерочку, не просто там как-то, а вот прям уже готов. Так, здравствуйте, меня зовут Оксана, хочу найти свое предназначение, надеюсь, ваш вебинар мне в этом поможет. Значит, надо не предназначение искать, а действовать. Я СММ-копирайтер, и мама, хочу узнать что-то новое. Да вы просто пришли посмотреть, что ли? Я, Наталья, провожу праздничные мероприятия, свадьбы, юбилея, корпоративы, пишу стихи на заказ, планирую открыть школу для невест или праздничную школу. Какая интересная, кстати, интересная, очень крутая идея. Здравствуйте, я живу в Германии, работаю в энергетической компании. Здравствуйте, Ирина. Думаю о том, как по-другому реализовать себя в другой области, и, возможно, ваш вебинар в этом поможет. Здорово, надеюсь, что он действительно вам даст много полезной информации. Меня зовут Маргарита, я профессиональный лайф-коуч. Хочу получить этот вебинар идеи, киты, моменты, на чем держится курс и из чего он состоит. Я веду футблок на одном аккаунте, в январе иду на ваш курс. Приятно, Наталья, познакомиться. Встретимся в январе на курсе. Там вообще уже очень мало места осталось. Прошла один по СММ, в январе собираюсь к вам на инстакопирайтинг. Ищу новые способы заработки, вести блог. Добрый день, меня зовут Виктория. Я дизайнер-декоратор и начинающий скетчер. Все еще не могу определиться, что лучше. Надеюсь, получить полезную информацию, которая меня вдохновит и направит в нужную. Здорово. Я, Алена, в прошлом учитель, сейчас копирайтер, прошла более 10 онлайн-курсов, работаю в школе удаленных профессий. Преподавание меня не отпускает. Очень хочу свою онлайн-школу по обучению педагогов медиаштукам, потому что сама это умею. А вот как это сделать, не знаю. Очень интересная идея, Алена. Тат идет на мой курс. Татьяна, я филолог, рассказываю о русском языке. Хочу сделать курс, который поможет полюбить язык и поговорить грамотно. Пропадает эфир. У кого проблемы со звуком, поставьте однерочку. У кого проблем со звуком нет, поставьте нолик. Свет, что у нас со звуком? Скажи, пожалуйста. Меня зовут Юлия, мамочка в декрете. Очень люблю готовить и хочу этим делиться. И что, опишите мне, что со звуком происходит. Что сейчас происходит со звуком? Насколько вам хорошо меня слышно? Насколько это мешает вам слушать? Напишите, пожалуйста. И напишите, есть ли среди вас тот, у кого уже есть какой-то онлайн-курс, но он хотел бы улучшить свой онлайн-курс. Смотрите, я хочу быть с вами честной. Это такой обоюдный. Хочу попробовать себя в роли тренера по художественной гимнастике. Сейчас прохожу обучение. Я хочу быть с вами честной. У нас такая обоюдная будет сейчас с вами работа. То есть, помимо того, что вы пришли получить какую-то полезную информацию, хотите узнать, как можно значительно увеличить свой доход, обрести свободу, помимо этого я хочу отобрать всего 10 человек, с которыми я буду работать, с которыми я помогу создать курс. То есть, здесь, помимо того, что я буду вам рассказывать полезности, я буду еще, соответственно, говорить вам про свой курс. Буду искать тех 10 человек, тех 10 человек, с которыми можно поработать, которым можно помочь создать курсы. Если у вас открыто несколько вкладок на странице, закройте, пожалуйста, это влияет на звук. У нас что-то поменялось в бинарной комнате. И теперь, если у вас открыто несколько вкладок, оставьте только мою вкладку и смотрите, тогда все будет нормально. По образованию филолог, работала в СМИ около 7 лет, сейчас безработная. Ирина, проблема с работой возникла именно в вашем любимом Калининграде. Прошла курс писать интересно год назад. Света, своего курса нет, знаний сильно много, но куда их девать, я не знаю. Делиться с людьми знаниями, да? Итак, меня зовут Ирина Марьясова. Кто меня хорошо знает уже, кто был на моих каких-то вебинарах, поставьте восьмерочку. Кто впервые присутствует на моем вебинаре, поставьте единичку. Я закончила Томский университет, факультет журналистики. Я люблю онлайн-курсы. Я действительно считаю, что это очень круто. Я считаю, что в ближайшее время даже дети перестанут ходить в школу, потому что это очень удобно, когда ты просто обучаешься, и тебе не надо ехать в университет, ты можешь получить какую-то консультацию онлайн и так далее. Ежегодно прохожу я примерно 10-15 курсов. Сейчас я прохожу 3 курса, иногда сразу несколько курсов. Я покупала курсы стоимостью и от 990 рублей. Наверное, это самый дешевый, который курсы покупал. Может, даже за 500 рублей какие-то курсы были. И покупала курс, который стоил 250 тысяч рублей. Не пожалела. И хочу вам сказать, что курс и за 990 рублей, и за 250 тысяч рублей, он окупается всегда. То есть вы вложили деньги, и это потом вам окупается. Кто это уже заметил, поставьте пятерочку. У кого так было, что вы прошли обучение, и потом это вам окупилось, и финансово, и новыми возможностями, новыми силами и так далее. И что-то еще хотел сказать? Ладно, вылетел. Дальше. Расскажу вам свою историю в картинках. Буквально вкратце. Может быть, вы ее уже видели. Допустим, в рассылке я отправляла. Может быть, вы видели в Телеграме. Я в Телеграме, по-моему, публиковала, в Инстаграме, в сторис. Эту историю буквально в двух словах вам расскажу. Я согласна, что покупается обучение только с обратной связью. Это мое просто мнение на 100%. И точно не окупаются курсы, которые вы скачали в интернете. Я всегда вспоминаю историю, как я училась на одном курсе, на одном из самых первых курсов по Инстаграму. Тогда у меня еще не было своего курса. И там я заметила один из преподавателей. У него тоже был свой курс. И вот был чат выпускников. И там было в этом чате человек 100. И однажды приходит сообщение. Девочки, отдавайтесь, кинемся по 50 рублей. И купим этот курс, который стоил 18 тысяч. И мы пройдемся вместе обучением. Закройте Ксения, закройте вкладки, тогда у вас станет со звуком все нормально. У кого улучшился звук, когда вы закрыли вкладки, поставьте, пожалуйста, семерочку. У кого не улучшился, поставьте нолик. Так вот, тогда я отказалась это делать. Я считаю, что лучше накопить деньги, купить нормальный курс, пройти, и все будет нормально. Но если... Если... Вот начинаешь так экономить, да, и там скачивать, воровать курсы и так далее, то знания не приходят. Они не укладываются. Насколько я знаю, я считаю, что у меня достаточно за эти три года произошло много побед. Насколько я знаю, эти люди до сих пор сидят в этом чате, скидываются по 50 рублей, сливают курсы. Это просто, ну, некрасиво, да. Если у вас со звуком до сих пор проблема, либо закройте вкладки, либо обновитесь в страничку. Итак, моя история. В 2015 году я еще была счастлива замужем, очень любила своего супруга, он очень любил меня, мы были прекрасно, достаточно семьей, я жила в Питере, я работала на федеральном канале. Но наши отношения дали трещину, мы развелись. И вот уже через несколько месяцев можете посмотреть разницу на картинке. Мне кажется, на второй картинке видно, как я переживала развод, да, с таким, с лицом сильной женщины. И я переехала в Калининград и устроилась на новую работу. То есть я спустилась на ступеньку ниже, чтобы просто себя прокормить. Я устроилась вместо федерального канала, устроилась на местный телеканал в Калининграде. И каждый день, это был такой очень переломный для меня момент, я каждый день думала, неужели это конец, неужели это пик. Вот у кого из вас такое было, что вы просыпаетесь и думаете, неужели я для этого родился, неужели вот это вот так и буду я всю жизнь там ходить в офис. У кого такое было, напишите словами, пожалуйста, было у меня. Так вот, неужели я буду так всю жизнь ходить с микрофоном, задавать какие-то глупые вопросы своим чиновникам, ну, чиновникам, у которых я брала интервью, писать какие-то непонятные перед выборами тексты и так далее. Когда меня брали на работу, когда я еще была в Питере, отправила резюме, и мне сразу через час перезвонило пять работодателей, то есть трех телекомпаний с двух сайтов мне сразу перезвонили. То есть все хотели, чтобы человек с федерального канала работал у них. Я выбрала федеральный канал, это был ГТРК Калининград, я приехала, мне обещали зарплату 35 тысяч рублей. Уже через месяц мне заплатили, то есть сразу, когда я отработала месяц, мне заплатили всего 20 тысяч, приведя какие-то доводы. И для меня это было унизительно. То есть я считаю, что они не сдержали свои обещания, я считаю, что это вообще неправильно, как работодатель поступать. Я решила, что я больше не хочу на кого-то работать. Уже до этого, где-то за полгода до этого, я уже пыталась создать собственный курс, вернее, маленький такой проектик, он назывался «Смелые проекты». Я уже понимала, что что-то я могу сделать, просто я не понимала, как сделать это. То есть я не понимала, с чего начать. Когда ты не создавал курсы, тебе делать это страшно. Вот кому из вас страшно создавать курсы? Напиши, поставьте шестерочку, напишите, что вы боитесь, какие обычно бывают страхи, что у меня нету знаний, я не понимаю, как это сделать юридически, я не понимаю, как продавать, я не понимаю, как найти клиентов, я не понимаю, а вдруг моим студентам это не понравится, а вдруг мои студенты заберут, деньги уйдут, а вдруг я кого-то разочарую, и что подумают про меня друзья, а продавать некрасиво. И там просто целый ворох, хотя на самом деле, вот поверьте мне, как человек, который создал пять курсов, и большинство из этих курсов продают себя сами, сейчас, оглядываясь назад, и понимая, что делать курс вообще очень легко, а для этого, ну, нету, нету каких-то преград, да, кроме наших собственных психологических страхов. Я зарегистрировалась в Инстаграме, у меня стали заказывать тексты, я заработала больше, чем на ТВ, благодаря текстам, а потом появились первые просьбы, мне стали просто люди писать, «Ирин, а можешь научить, да, а можешь научить, там, как писать, я не хочу там, я не хочу заказывать тексты, я хочу сам научиться писать». А так стали ко мне приходить такие запросы, и я поняла, вообще, как бы, идея моего курса, она не мне в голову пришла, по сути, идея моего курса пришла другим людям, потому что ко мне обращались чаще всего за этими советами, и я просто, ну, человек, который держит руку на пульсе, я поняла, что это можно продавать. Вот напишите, приходят ли к вам с какими-то просьбами, и что чаще всего у вас спрашивают, особенно если вы эксперт, вам говорят, слушай, ну ты вот в этой штуке прям крутой, можно я у тебя проконсультируюсь? И обычно, скорее всего, вас консультируются бесплатно. Так вот, что происходит? Свет, обрати внимание, Марта пишет, что у нее проблемы со звуком, ответь, пожалуйста, Марте. Да, обучиться вести страницу, сделать сайт, рассказать, как воспитать ребенка, как пережить развод, как правильно чистить зубы. Не знаю, вот иногда просто ты смотришь, как пройти соковый детокс, там просто тебе сказали, слушай, пей соки 14 недель, ой, две недели подряд пей соки. Так я была счастлива, что я заплатила эти 990 рублей просто за то, что я знала, что если что-то со мной произойдет, я могу этому человеку написать и сказать, слушай, у меня там кружится голова. Все, вот все, что мне сказали, это пейте каждый день соки. Вот что я узнала на этом курсе. Но я была счастлива, и я считаю, что я еще раз, если бы прошла такая ситуация, я бы еще раз заплатила эти деньги. И человек зарабатывает там достаточно много, до 200 тысяч зарабатывает просто за то, что он помогает людям пройти соковый детокс. Понимаете, то есть на самом деле можно монетизировать абсолютно любые знания при условии, что вы действительно эксперт. Кто с этим согласен, поставьте, пожалуйста, девяточку, что можно монетизировать любые знания. И напишите, какие самые необычные курсы вы проходили. По кулинарии. Представляешь, Юля, если ты возьмешь, извини, что на ты, если ты возьмешь и создашь свой курс по кулинарии. Ну круто же, но просто сделать его надо интересно, да, то есть чтобы тебя саму зажигало. То есть если тебя свой курс не зажигает, ты его не сможешь продавать. Вот как меня сейчас зажигает мой курс про то, что я могу помогать людям создавать онлайн-курсы. Я там проснулась в 5 утра в Калининграде и стала писать быстрее-быстрее там текст для лейтинга. Это очень помогало. Курс по бегу, как найти мужчин. Да. Дальше. Ребята, я честно не знаю, что со звуком. Я не знаю, как это исправить. Я знаю, что если я даже перегружусь, это не поможет. Поэтому, может, закрою WhatsApp, может, закрою Skype и закрою Telegram. Может быть, это поможет, но, скорее всего, никак. Вот. Интересненько вам пока, пока я закрываю вкладочки, скажите, цепляет вас то, что я говорю. Появляется желание свой курс создавать или нет. И дальше. Я решила создать свой курс. Давайте мы договоримся, что все вопросы вы зададите мне в конце, чтобы я сейчас не отвлекалась, потому что вы сейчас начнете про себя спрашивать, а я буду отвлекаться, не расскажу вам важное. А у меня скоро урок немецкого языка. Я решила создать курс. Да, я наняла первого помощника, нашла Алексея, молодой парень. Я называю его гений, компьютерный гений, которого я нашла в интернете и попросила его помочь мне создать курс. Это очень важно на самом деле, когда вы, вы можете на самом деле продавать, я вам скажу, вы можете хоть в Телеграме продавать сейчас, просто записывать аудио, и вообще вам не нужна сейчас никакая платформа уже. Но если вы хотите сделать что-то основательное, качественное, вы можете разобраться самостоятельно, просто потратить на это три недели, а можете нанять помощника, которому вы будете платить. А у меня принцип, я лучше заплачу, сэкономлю свое время, сделаю качественно, и всегда, у меня никогда не было денег на зарплату моим сотрудникам, на первую зарплату своим сотрудникам. Но как только приходило там 10 число, когда я плачу деньги, у меня эти деньги появлялись чудесным образом, а еще появлялись деньги на то, чтобы жить. И постепенно мой доход рос, сначала 5 студентов пришло, потом 10 студентов и так далее. Так вот, я наняла первого помощника, и свои первые уроки я записывала, я начала первое, что делать, это продавать. И это вообще очень круто, и это мой вам совет. Когда вы продаете, хотя курс у вас еще не готов, кого эта идея сейчас пугает и шокирует, поставьте восьмерочку, кому эта идея нравится, поставьте пятерочку. Начинайте продавать тогда, когда курс у вас еще не готов. То есть за 2-3 месяца вы начинаете продавать, походу вы делаете курс. И вы видите, вообще есть спрос на ваш курс, нет спроса на ваш курс и так далее. То есть не надо, сначала я сделаю сайт, потом я сделаю лейтинг, потом я сделаю рассылку, потом я запишу уроки, бла-бла-бла-бла-бла-бла, в итоге полгода вы потеряли. Начните продавать сейчас. И это было очень смешно, что когда я стала продавать свой курс, я вообще не умела пользоваться директом, и мне казалось, что никто мой курс не покупает. А когда твой курс не покупают, немного обидно. Кто согласен, что обидно, поставьте четверочку. Но ты такой крутой, ты начинаешь продавать курс, тем более ты все равно, у тебя же есть какой-то синдром самозванца, ты начинаешь думать, а вдруг у меня курс нехороший, а вдруг он не понравится, а вдруг я не такой хороший специалист и так далее. И вот у тебя такой синдром самозванца, а еще люди у тебя не покупают, и ты вообще от себя начинаешь немножко заниматься самоедством. Это было очень смешно, что на самом деле я не умела пользоваться директом, и оказывается, уже неделю, как люди мне написали в директ, и они хотели купить мой курс, а я не знала, что они хотят купить. Поэтому иногда заглядывайте в директ, это еще раз прям запишите себе, не повторяйте мои ошибки, заглядывайте в директ или там в WhatsApp, отвечайте сразу клиентам, хотят купить, пока они горяченькие, сразу им продаем. Первые уроки я записывала на балконе, я записывала первые уроки на балконе, я еще была в гостях у своей подруги, и на балконе записывала уроки, там закрывала балкон, чтобы никто меня не слышал. И самое интересное, что мой первый курс не продался так, как я ожидала. То есть я ожидала, что придет там хотя бы человек 15, а по моим, насколько я помню, оно может быть человек 3-4. Как вы считаете, как я поступила в той ситуации? Свет, ответь Евгении, пожалуйста. Как я поступила в той ситуации? Как я восприняла это и как я, что я сделала? Вот когда у вас купили всего 3 человека, а вы рассчитывали на что-то другое, как в этой ситуации вы бы поступили, как я поступила, и как я это восприняла? Как вы считаете? Напишите свое мнение. Как вы считаете, как я поступила в этой ситуации? Все бы бросили, Юля. Отказались бы от своей мечты? От того, что купили всего 3 человека? Ну, у меня курс тогда стоил 5000, насколько я помню. Может, даже больше, наверное. Ну, 15 тысяч вы заработали. Я бы продолжила, продолжила. А что вы делали бы? Ну, вот конкретно, что вы делали? Работали бы с тремя студентами? Провела бы для них, чтобы они потом рассказывали. Хороший урок. Это рубеж, который надо преодолеть. Обучила 3 и дальше. Я бы подумала, в чем загвоздка. Немного расстроилась, но все равно качественно провела курс и сделала новую, улучшила качество. Как вызов? Вызов самой себе. Расстроилась, взяла обратную связь, отзывы. Начала готовить новый курс. Новый курс? То есть ты еще не продала этот, но начала бы, извини, что на ты. То есть ты еще не продала этот, но ты бы стала перекраивать что-то в курсе, даже не дав студентам пройти. Думаете, что не продался, потому что курс плохой? Вы серьезно считаете, что он не продался, потому что курс плохой? Я бы учила этих троих, попросила сделать отзывы. Это реклама, это опыт. Надо начать с малого. Хоть один все равно надо проводить. У меня нет уверенности в себе, и мне кажется, что это неактуально. А что вы делаете на вебинаре, Юлия? И спросила бы про косяки, что можно перекроить. Проанализировала неслабые корректировки. Курс бы провела, приглашала бесплатно за отзыв. Мало было рекламы. Думала, что вы стали с большим временем работать. Провела этот курс, приложила больше сил на продажу следующего потока. Что сделала я? Мне было обидно. Честно, мне было обидно. Но журналистика меня сформировала как личность. Я считаю, что меня воспитали родители из журналистика. И вот журналистика, там есть такое правило. В какой бы ситуации ты ни был, сохраняй лицо. То есть переживать ты можешь потом. А вот если ты попал в передрягу и избивают твоего оператора, или ты снимаешь репортаж про то, что сгорает дом, и из него выносят людей, и как бы тебе не было больно и жалко людей, ты в этот момент должен сохранять лицо. И вот это меня очень научило, что что бы ни произошло, потом подумаешь, что в чем, как можно эту ситуацию исправить. И в итоге я до последнего дня продавала курс. И когда я поняла, что люди придут на курс, а там всего три человека, это же стыдно. Как вы считаете, стыдно? Нет? Напишите только честно. Вот вам было бы стыдно. Тогда я решила позвать всех своих друзей, знакомых, людей, с которыми заочно знакомы. То есть я позвала, по-моему, что-то около 15 человек обучаться на этот курс. И за отзыв. То есть помимо тех троих, еще были люди, которые просто обучались за отзыв. Потому что мне было важно протестировать. Даже не столько мне было важно заработать, мне было важно протестировать. Потому что я впервые людям рассказывала, как писать тексты. И вы, когда впервые будете рассказывать, какой вы там хотите курс делать, как продвигать Инстаграм, как делать сайты, как заниматься кулинарией, как проходить соковый детокс, вам важно будет протестировать его. Протестировать. И честно вам скажу, первый мой курс был прям ужасным. Ну, честно. Потому что я не понимала, мне хотелось так много дать информации, это моя главная всегда боль, что мне так хочется много дать информации, что я не учитывала, что у людей там не прокачаны творческие мышцы. Что у людей, у кого все нормально со звуком, поставьте девяточку, у кого проблемы со звуком, поставьте нолик. Что у людей не будет, нету возможности переварить то, что я им даю. Нету возможности переварить то, что я им даю. Поэтому мне приходилось потом, у меня были отзывы, кого-то я слишком критиковала на вебинарах, допустим, и так далее. Поэтому очень было важно, чтобы... Свет, ответь, пожалуйста, Ксении, повтори, пожалуйста, все, что ей нужно сделать. Мне было очень важно, когда люди давали мне обратную связь, не критиковать себя, потому что когда вам приходит неприятный отзыв, неопытный человек, особенно если у него нету поддержки, это я вам сейчас намекаю, почему надо пойти ко мне на курс, то есть когда вам, не дай бог, придет неприятный отзыв, вы можете в этот момент сломаться, вы можете начать себя гнобить. У кого есть такой риск, поставьте семерочку, вот вы создали, вам казалось, что шедевр, мало того, что купили три человека, а потом еще приходит отзыв, слушай, ну вообще я ожидал совсем другое, да, информации много, но тексты я не научился делать, потому что там график мне был неудобен, платформа мне была там неприятна, вообще на вебинаре ты меня раскритиковала, я обиделся и так далее, да, то есть ты вот это слушаешь такой, но у меня есть такое правило, оно очень золотое, я вам советую его просто к нему прислушиваться, не критиковать себя, оно прям золотое правило, вы слушаете, вы не отбрехиваетесь от этих отзывов, вы внимательно их читаете, вы внимательно их воспринимаете, и вы понимаете, что да, здесь вы были неправы, 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 а потом вы берете и переделываете, но вы вот в это состояние, когда я буду себя гнобить, пойду выпью пиво, закрою курс к чертям, вы это состояние не проходите, понятно сейчас или нет, как вам этот совет, напишите, пожалуйста, то есть если у вас есть какие-то неудачи, вы там потерли свои разбитые коленки, помазали зеленкой, прилепили там, как это называется, марлю, да, и идете смело дальше, то есть это ни в коем случае не говорит о том, что у вас плохой курс, что вы плохой профессионал, что у вас там еще что-то, это говорит о том, что вам надо просто сделать курс еще лучше, еще круче, да, почему сейчас мой курс по инстокопирайтингу реально считается одним, одним, я не говорю, что самый, но одним из самых лучших курсов по копирайтингу, да потому что я его переделывала несколько раз, и каждый раз я спрашиваю, что переделать в курсе, какие рекомендации, и все рекомендации, которые мне даются с кураторы, моя техподдержка, мои студенты, каждый раз я прислушиваюсь и переделываю, потому что там, ну, я, есть вещи, которые я сама не могу до которых догадаться, на второй курс уже пришло больше людей, потом стали приходить, потом стали приходить семьи, потом стали приходить коллективы, потом стали приходить друзья, потом стали курс дарить женам, любовницам, потом стали говорить, Ирина, вот я не смогу прийти в марте, но можно я уже сейчас заплачу, чтобы в апреле быть, то есть потом курс не сразу, но постепенно курс стал продавать себя сам, да, То есть у нас уже раскупают курс, у нас в январе курс, у нас осталось там вообще там, по-моему, что-то около восьми мест, потому что я неправильно до этого считала, думала, что восемь мест, на самом деле восемнадцать оставалось. Сейчас у нас осталось восемь мест на курсе, хотя он в январе только, да. А как вы относитесь к Ксении Секирой, другим блогерам? Позже отвечу на ваши вопросы все. Дальше. Потом я решила, что слишком много занимает времени, если я сама проверяю текст, это раз. Потом я поняла, что если нанять команду кураторов, то будет очень правильно, да. То есть я сама могу взять там десять-пятнадцать студентов, а если еще придут кураторы, и если будет мой тариф, и если каждый из кураторов возьмет по пятнадцать человек плюс мой тариф, то я уже могу взять на курс сорок пять человек. И это очень важный такой момент, потому что люди часто боятся, они боятся делегировать. Кто боится делегировать и взять помощников в команду, поставьте троечку. У кого такой страх есть? Вдруг мой курс украдут? А вдруг они не будут выполнять? А вдруг они будут переманивать моих людей? А вдруг они некачественно будут проверять? И так далее. Я считаю, у меня просто золотая команда. Мне повезло с каждым человеком, который у меня когда-то работал и будет работать. И все это очень выстраивается. На своем курсе, который я сейчас создаю по запуску онлайн-курсов, я буду там подробно рассказывать, как выстраивать отношения с командой, как делать, чтобы они вам доверяли, как им доверять, как им платить зарплату и так далее. То есть очень такие важные вещи. Но что произошло дальше, когда я объявила в своем блоге, что теперь у нас переформатировался курс, и у меня будут работать кураторы. Как вы думаете, как отреагировали мои потенциальные ученики, мои абитуриенты? Как вы думаете, они отреагировали? Я попью пока сок, а вы напишите. Как вы думаете, они отреагировали? Захотели они учиться у каких-то неизвестных кураторов? До этого можно было с Ириной работать. Долго-долго откладывал. Вот через месяц, через два, через три пойду. Долго-долго откладывал. А потом раз, и какие-то кураторы. Негативно, потому что хотели работать только со мной. Да, я думаю, возникло сомнение в экспертности кураторов. Да, не были готовы. И здесь, во-первых, был сам момент, когда я искала кураторов. И как искать кураторов, я уже, наверное, расскажу на своем курсе, чтобы не тратить это время. Это тоже очень важный момент. Но люди шли на мое имя. Да, Свет, тут кто-то что-то пытается скинуть, какие-то непонятно что. Удали, пожалуйста. Ребята, будете что-то скидывать, мы будем просто вас блокировать сразу, удаляясь с этого, с вебинара. Отвлекайте очень. Так вот, и тогда я думаю, что они разочаровались, потому что готовы. Да, это же, знаете, обычно, пока жареный петух не клюнет, вот сейчас то же самое происходит. Сейчас курс стоит от 100 тысяч до 200. Я вам искренне говорю, что через 3 месяца этот курс будет стоить дороже. То есть я просто сейчас сделаю минимальную стоимость 100 тысяч, потом он будет стоить 150 тысяч. Каждый поток я буду увеличивать стоимость. Потому что я создаю бизнес, который будет вам приносить потом по 400 тысяч. И заплатить 100 тысяч, это на самом деле, это много, конечно, когда у тебя маленькая зарплата. Но когда ты понимаешь, во что ты вкладываешься, то ты понимаешь, что это тех денег стоит. Так вот и там была такая ситуация. То есть Ирина работала за 5 тысяч, можно было работать с Ириной. Тут приходит Ирина и говорит, ребята, я поменяла курс теперь с кураторами. У меня очень классные кураторы, правда, я вам их никогда не покажу. И вы знаете, кто знает, что я не показываю лица кураторов, поставьте восьмерочку. Никто, кто учился на моем курсе, не знает, как выглядят мои кураторы. Так вот, я моих кураторов не покажу, но поверьте мне, что это эксперты, это журналисты, копирайтеры, это профессионалы. Но работа с кураторами будет стоить 5 тысяч, работа со мной будет стоить 20 тысяч. Вы не представляете, какой был мой шок, когда я захожу через несколько часов. Тогда я, по-моему, оплату принимала на карту, я не помню. По-моему, на карту еще принимала, тогда не было у нас всяких там платежных систем. И я смотрю, у меня купили сразу, вот представляете, скачок цены с 5 тысяч до 20. Резкий скачок, кто считает, что резкий, поставьте семерочку. И представьте, что у меня за 20 тысяч сразу покупают, по-моему, 3 человека. Вот сейчас, ну, не хочу врать, не помню, то ли 3, то ли 4 человека. Они просто поняли, о какого фига мы сидели, думали и ждали за 5 тысяч. Надо скорее брать, пока у нее 20, а не сделала 50. Потом цена, конечно, росла выше и выше. А кто-то, кто-то наоборот, потому что есть такие люди, которые они за 5 не пойдут. То есть они, когда, и я такой человек, честно, я вот иду на большую стоимость. Мне когда говорят, курс стоит 550 рублей, там, я такая думаю, блин, что за фигня. Там точно будет какая-то информация. Когда мне говорят, курс стоит 10 тысяч или там 20, 30, я такая, о, наверное, эксперт. Вот у меня такие есть ограничивающие убеждения. Есть люди, которым надо, чтобы курс стоил дорого. И 3 года назад 20 тысяч это была немаленькая. Какая на самом деле сумма, ну, по крайней мере, мне тогда написать 20 тысяч. У меня руки тряслись, когда я написала, что работа со мной 6 недель будет стоить 20 тысяч. Кому тоже страшно написать свои цены, поставьте однерочку. Ведь это такой нормальный страх. Вот сейчас у меня уже спокойная работа со мной стоит 100 тысяч за 3 месяца. То есть 30 тысяч в месяц. Я считаю, что это абсолютно нормально. Тогда 20 тысяч мне было страшно написать. И пришло, то есть пришли люди со мной, и пришло человек каких-то там, не помню, ну, наверное, человек 8. Я не могу сейчас уже, не помню. Ну, человек, короче, все-таки люди пришли, которые работают с кураторами. Смелые, отважные. Очень люблю этих людей, которые такие, ой, Ирина, я вам доверяю. Я уверена, что и команда у вас хорошая, я буду у вас с вами работать. И когда люди начали работать с кураторами, они восхитились, они были в восторге от кураторов. Они не ожидали, что кураторы такие же крутые, как и я. Я вам честно скажу, что я кураторов реально учила 2,5 месяца, потом они сдавали экзамен, чтобы они соответствовали стандартам. Сейчас эти кураторы и старички обучают новых людей, новых людей. То есть у нас просто такая система, что кураторы обучают следующих кураторов. Я уже кураторов не обучаю. Я обучила только 2 куратора. Кому это тоже очень нравится, этот момент, поставьте пятерочку. Кому это сейчас важно, что вам не надо потом постоянно обучать всю команду. Вы берете людей, вы объясняете им ценности, что для вас важно. Мы не грубим нашим сотрудникам, мы не даем нашим клиентам. Мы не играем в мамочку, мы не спасаем наших студентов. У нас есть вот такие требования к текстам. Мы проверяем текст очень мягко, с любовью, с комплиментами и так далее. Когда все это есть, эти потом ценности сама команда передает. Я помню, что один из кураторов, новенький куратор, проходил стажировку, и он начал, что-то на этой стажировке, не работая с реальными студентами, а именно во время стажировки, он начал ошибаться. Делать не то, что там серьезные ошибки, а вот не так, как заведено в нашей команде. У меня сразу команда взбунтовалась, она сразу не со мной стала говорить, а моя команда стала говорить с этим человеком. Слушай, у нас так не работает, ты у нас не сработаешься, если будешь так вот поступать. Это очень четко, когда команда уже живет с такой вот своей жизнью. Интересно вам то, что я рассказываю сейчас. Оправдывается то, зачем вы пришли сюда, на этот вебинар. Напишите, пожалуйста, есть ли польза, за которой вы пришли. Сейчас я вам скажу, что каждый раз у меня на курсе учатся в среднем 60-70 человек на курсе, на инстакопирайтинге. Можете посмотреть, какая стоимость копирайтинга, можете умножить в математике примерно, какую сумму приносит один только курс. Около 10 человек сейчас у меня в команде. Вот. И, ну, это помимо кураторов, еще техподдержка и так далее, есть еще люди другими, которые вещами занимают. Кураторов у меня 6 сейчас, поэтому я беру только 60 человек на курс. Постепенно собираюсь еще увеличить штат, но пока нам 60 за глаза, 60-70 нам за глаза студентов, учитывая, как мы их обучаем серьезно. И сейчас я вам хочу сказать, что, когда заканчивается курс, у нас просто 4 дня подряд просто летят отзывы. И эти отзывы, ну, это не похвала, кто заходил ко мне в блог, читал эти отзывы, тот знает, что это, нет, нельзя стать куратором на моем курсе, особенно если вы у меня не учились. Все распланировано, потенциальные кураторы уже есть, кто может войти ко мне в команду. Так вот, что я вам хотела сказать. Что очень много отзывов. И во всех этих отзывах, помимо там слов благодарности мне, люди пишут, какие замечательные кураторы. И это так удивительно, что еще 2-3 года назад с моими кураторами не хотели работать, а сейчас прям пишут, там, дорогие там люди, идите к Ирине, у нее просто замечательные кураторы. У меня слезы льются градом, когда я вспоминаю, как я работала с куратором от любви и так далее. Это потрясающе, потому что я знаю, что то мое сокровище, которое есть, это люди, которые у меня в команде. Я реально знаю, что без этих людей я бы не создала там этот продукт. Я бы создала там его, создала. Но вот на тот уровень, который сейчас, я бы без тех людей, которые у меня в команде, я бы никогда на этот уровень не вышла. Поэтому, когда вы со временем, вам не надо делегировать сразу. То есть вы научитесь продавать, вы поработаете с клиентами, поймите их лучше, усовершенствуйте еще раз свой курс. Но рано или поздно, если вы хотите зарабатывать реально много, то вам придется делегировать. Я не знаю, Света, может быть, скажет, какой у меня зарплатный фонд. Ну, наверное, тысяч 350, наверное. Мой зарплатный фонд только. Только зарплатный фонд. То есть это те деньги, которые я только выделяю на зарплату. Может, даже больше. Дальше, что я вам хотела сказать. Я создала курсы, да, журфак, инстакопирайтинг, душевный старитейлинг. Это мой самый любимый курс, который я всем советую проходить. Он, кстати, стоит недорого, да, 5300. Я копирайтер. Прямые эфиры. Курс, который стоил, по-моему, 2000. Я обучала людей, как проводить прямые эфиры, как не бояться аудитории. До сих пор эти люди пишут. Уже год прошел, мне до сих пор эти люди пишут, благодарят, что я их научила проводить прямые эфиры. Тоже просто как-то однажды. Это к тому, что темы, для того, чтобы создать свой курс, эти все темы висят на поверхности. Поставьте, пожалуйста, четверочку, что вы меня сейчас слушаете. Поставьте четверочку, что вы меня сейчас слушаете. Чтобы я понимала, что вы в процессе, во внимании, а не занимаетесь чем-то другим. Так вот, однажды я была опять-таки в Калининграде. Я не знаю, мне все идеи приходят в Калининграде. Я была в Калининграде, это было год назад, и я сижу и такая, а можно же научить людей проводить прямые эфиры. Вот понимаете, кто считает, что это простая и классная идея, поставьте две семерочки. Что это простая и классная идея. Реально очень много людей боятся выходить прямые эфиры. Когда я свой первый вебинар проводила, у меня сердце остановилось. Хотя я журналист, боятся, не понимают, как говорить, не понимают, как сделать, чтобы им было интересно слушать, не понимают, как не лить воду и так далее. Я сделала, по-моему, я не помню, какая цена, либо 900 рублей, либо 2000, либо там 1200, может быть, была. Пришло что-то около 60 или 70 человек. Ну, можете умножить. То есть заработала просто за то, чтобы просто людей научить проводить прямые эфиры. По-моему, мы неделю, что ли, мы просто сделали закрытый аккаунт, и в этом закрытом аккаунте я выходила в прямые эфиры вместе с этими людьми. То есть ученики смотрели, я прямо с каждым студентом выходила в прямой эфир и показывала ему, что легко, давала ему какие-то подсказки по его курсу и так далее. Сейчас у меня скоро будет новенький курс по русскому языку, и будет новый курс, который вообще еще никому не говорила, кроме своих студентов. Как писать тексты для сториз. Кому нравится идея этих курсов, поставьте вашу любимую циферку. Как писать тексты для сториз, потому что сейчас тексты для сториз нужны. Как вы понимаете, идей масса. Что я поняла, из всех курсов очень много бла-бла-бла, только и ставим цифры, а когда по делу будем говорить непонятно. Олесь, мне очень жаль, что из того, что вы слышите, вы не находите полезную информацию. Кто нашел для себя уже полезную информацию, скажите, пожалуйста, напишите словами, не циферками. Итак, в какой-то момент я захотела закрыть курсы. Такое бывает, когда вам уже неинтересно. То есть вы в какой-то момент можете перерасти в собственный проект. И это очень нормально. И здесь вы должны понимать, что вы не обязаны всегда испытывать восторг от своего проекта. Я когда-то эту фразу прочитала, и меня это очень впечатлило. Прямо для меня это было инсайтом. То есть когда мы создаем свой проект, мы всегда надеемся, что он нам будет приносить радость, деньги, восхищение. Мы всегда его будем любить. И в какой-то момент у вас может настать такая ситуация, когда вы знаете, как развод со своим проектом произошел. То есть вы не... В какой-то момент как будто бы вы его не любите. Да, как будто бы вы у вас... Он вам не нужен. Кто помнит, я в прошлом году закрывала все свои курсы. Поставьте однерочку. То есть вот у меня такое было, да. В тот момент, когда я меня позвал на встречу в Москве миллионер, там молодой такой динамичный парень, мужчина, и предложил мне выкупить мои курсы, когда мне моя подруга сказала, ты что творишь, тебе приносят такой доход, ты закрываешь курсы, продай их мне. И когда я просто испытала бешеную ярость от того, что кто-то хочет мои курсы купить, в этот момент... Знаете, вот когда ты любишь человека, а на него обращает другая женщина внимание, и вот эта внутренняя такая ярость. Вот это то же самое, когда кто-то хочет купить твои курсы. Вот и тогда я поняла, что курсы закрывать не надо. Поэтому если у вас такое будет, это тоже нормально. Какие ошибки совершают начинающие авторы? Да, какие, может быть, вы можете совершить ошибки, либо, может быть, уже совершаете. Не вкладывается в личный бренд. Да, вот я сижу, я профессионал, у меня все хорошо. Не вкладываются, не рассказывают о себе в блоге, не рассказывают о себе своим друзьям. То есть очень часто эксперты на самом деле оказывают эти услуги, но оказывают либо бесплатно, либо не за те деньги, сколько они стоят. И когда вы начинаете вкладываться в личный бренд и опираться потом на этот личный бренд, вы потом можете продавать свой курс и за 900 рублей, и за 5 тысяч, и за 20 тысяч, и за 100 тысяч, как я сейчас продаю, и как я планировал продавать его потом за 150 тысяч, можно его продавать, потому что есть личный бренд. Согласны со мной или нет? Напишите словами. То есть люди уже вам доверяют, они к вам идут. И на самом деле, чтобы создать личный бренд, на это не надо тратить года, годы. На это можно там 2-3 месяца просто реально потратить время на выстраивание своего личного бренда, и потом люди понимают, то есть когда вы начинаете показывать, в чем вы эксперт, когда вы начинаете это вообще в принципе на это опираться, люди начинают идти к вам, и они хотят работать только с вами. Вот я сейчас смотрю, что мне уже написало где-то человек 5 из моих выпускников, моих курсов, которые, я знаю, что у них у самих уже есть курс, они продают, они говорят, Ира, можно мы к тебе придем на новый курс? Ну вот этот, да, по созданию курса. Я говорю, а смысл, так у вас уже есть курс, так мы знаем, что ты сделаешь нам лучше. Понимаете, да, то есть у них уже есть вот этот личный бренд, проверенный человек. Другая ошибка, когда дают слишком много информации. То есть когда вы даете вот скопом, вы так, мне надо срочно, чтобы люди точно-точно не засомневались, что я эксперт, вот, да, как сейчас Олеся написала, он там не видит никакой информации, и неопытный человек, он начал бы кучу-кучу давать информацию, чтобы Олеся поверила, что я эксперт. Опытный эксперт, он уже распределяет информацию, он ее дробит, чтобы она лучше зашла. Так вот, часто, чтобы доказать, что мы эксперты, мы начинаем просто вываливать все. Вот я вам 250 раз говорю, что я 250 раз наступала на эти грабли, пока до меня не дошло, что надо дозировать. У нас, допустим, на курсе инстакопирайтинг сделано так, что сложный-сложный-сложный урок, потом раз, прям очень легкий. И это важно, чтобы человек отдохнул, он выдохнул, он поверил в себя. Всегда на курсе происходит откат. Всегда, Лен, твоя проблема, ты вообще-то даже в прямых эфирах, в марафонах, ты выдаешь просто миллион информации, ну, потому что ты живешь этим, у тебя информации много, а надо дробить, да. Всегда на курсах есть откат. И вот когда это происходит, что вы обучали людей, а через две недели они вам начинают, ой, я не хочу, я зря купил курс, у меня не получается писать тексты, я неудачный копирайтер. И в этот момент неопытный автор, он может принять на свой счет. Вот кураторы неопытные начинают, Ира, наверное, что-то не так обучаю. Все так, все так, ребята. Просто у человека происходит откат, и это нормально. Мы на своем курсе сразу говорим, у вас будет откат. Поэтому, когда ваши студенты начнут потом вам говорить, что что-то мне не нравится, это просто откат. В этот момент их надо поддержать, их надо похвалить, им надо сказать, слушай, ты молодец, ты делаешь очень круто, смотри, сколько ты за две недели прошел. Давай, не останавливайся, просто делай поменьше, но делай. Идем вперед, идем к окончанию, к сертификату, так далее. Есть какая-то цель. У нас есть цель у выпускников, они знают, что они попадут в чат, в который мы будем скидывать вакансии, они к этой цели идут. Кто из вас хоть раз сам проходил через откаты, поставьте восьмерочку. Когда вы сами проходили через откаты, когда вы бросали курс, когда вы винили себя, что заплатили за этот курс, когда вам казалось, что вам не дают важную информацию, когда вы обесценивали работу преподавателя и так далее. В тот момент, что вы поступили, что в тот момент вам нужно было, чтобы сделан создатель курса. У меня просто такое заведено правило, это тоже вам подсказка, вы можете проговорить. У меня такое заведено правило, что прямо на первом вебинаре я говорю, ребята, как только у вас произошел откат, и вы понимаете, что это откат. Вы либо говорите кураторам, либо прямо мне в директ присылаете сообщение, и я вам отвечу. И мне пишут в директ, я прямо наговариваю целую там 10 аудио сообщений, я успокаиваю человека, и потом мне все пишут там под конец курса, Ира, спасибо, вот твои слова, ты мне просто вставила там мост на место, ты меня поддержала, похвалила, успокоила, и я благодаря тому, что ты тогда обратила на меня внимание, я дошла до конца, да, там куратор, потому что меня поддержал. Поэтому это очень важно. Еще один бич, и это просто бешеная проблема. Вот я понимаю, когда люди дают слишком много информации, я таких людей на самом деле очень люблю, потому что сама отношусь к этой категории. Но вот когда дают мало информации, меня это прямо бесит. Кого из вас тоже это бесит, поставьте две девяточки. Вот когда ты пришел на курс, и ты думаешь, блин, и за это я заплатил, то есть чтобы вы мне просто какие-то банальности рассказали, то есть чтобы я вот это, то есть да это я уже знаю давно. Вот знаете, бывает такое, что ты приходишь на курс, и там информации никакой-то нет, но тебе вот одна какая-то фраза, она изменила твою жизнь. И ты понимаешь, что ты заплатил 10 тысяч, ты ничего не узнал, но вот одна вот эта фраза, и ради нее ты пришел, и это круто. Вот я сейчас прохожу курс, который стоит 130 тысяч рублей. И я туда пришла ради одного юридического документа, я знала, что про этот юридический документ там будут говорить. И мне не жалко было заплатить, там частями можно платить. И вот тот первый блок, который прошел, и я заплатила там 27 тысяч вот за этот, чтобы мне рассказали, как это все делается, как это строится, как это преподносится, мне не жалко. Все остальное я знала, да? Вот. Ален, ты это поймешь, когда ты сделаешь первый курс, позволишь себе его сделать, и когда, извините, что я на ты, да, вы тоже можете ко мне на ты обращаться. И ты вот первые отзывы, когда начнешь получать, и даже когда с людьми начнешь работать, ты поймешь, кому давать больше, кому меньше. Ты это поймешь, и ты потом отрегулируешь курс. Тебе главное его запустить. Понимаешь? Есть еще такое, что главное продать, а научу людей не имеет значения. Кто хоть раз попадал на такие курсы, поставьте однерочку. Когда главное продавать, а научу или нет не имеет значения. Или когда грубость и высокомерие, да, вот ты приходишь на курсы, тебя просто там унижают, с тобой как-то высокомерно общаются. У кого такое было, поставьте двоечку. Когда наоборот, слишком расслабляют студентов. У нас раньше можно было просто смотреть все уроки. Вот смотришь, смотришь, и в итоге до конца не доходили. Сейчас мы поменяли тактику. Ну, во-первых, мы давно поменяли, что у нас открываются уроки, только если ты сдал предыдущий урок. Это очень повышает доходимость. Сейчас мы еще некие фишки внедрили, я не буду рассказывать, уже на большом курсе вам расскажу. Мы внедрили, у нас очень высокая доходимость на курсе, прям очень высокая. А надо было всего лишь подкрутить несколько нюансов. Расслабляет команду. Есть такие руководители, которые, ну, просто смотришь, там красивая картинка, красивый лейдинг, все хорошо, приходишь туда, просто бардак, да. О да, мы полотили Азаренок Марии 170 тысяч, личный коучинг, вода, без инструментов и ни рубля не вернулись, сказали, сами дураки не делайте, а как никто не сказал. Ну, не буду ничего про Марию Азаренок и Азаренок говорить, но бывает такое. Такого не было, но это самый кошмарный космар. Да. Добрый день, Оксана. Бывает, когда расслабляют команду. Вот у меня были такие ситуации, когда ты смотришь, и ты влюблен в блогера, и ты думаешь, блин, он такой классный, 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 и все хорошо. Начинаешь, вот это просто, я недавно осмотрела курс, который стоит 600 тысяч рублей. Я просто вот серьезно вам говорю, я закрывала, я своим помощником скидывала вот так, и думаю, ребят, почему, вот что происходит? То есть, мало того, что на вебинаре человек сидел вверх ногами, то есть у него просто было вверх ногами он вел вебинар. Презентация просто была, но так рисуют дети. На первой бесплатной консультации меня просто унизили. Вот я вам говорю серьезно, мне просто целый час меня унижали и пытались мне навязать какие-то несуществующие проблемы. То есть меня просто на моей вот этой бесплатной консультации, которую они для меня проводили, они меня не слышали. И когда завершилась консультация, и я поняла, что не хочу с ними работать, и они говорят, ну что, Ирина, вы должны нам заплатить сейчас 300 тысяч рублей. Я говорю, я не хочу пока платить, я подумаю. И наступила просто такая неприятная ситуация, когда на меня стали давить, что я прямо сейчас должна им заплатить 300 тысяч рублей. Ну, соответственно, что может быть сам тот человек, который создал курс, может быть он действительно крутой эксперт. Но чтобы попасть на этот курс, мне надо пройти через много-много-много составляющих, через поработать с командой. А когда ты работаешь с командой, и ты видишь, что она неорганизованная, ты, соответственно, теряешь доверие ко всему курсу, согласны или нет, напишите словами, пожалуйста. То есть у вас должна и команда хорошо работать, да? То есть вы должны понимать, что команда, она представляет ваше лицо, да? То есть я не буду там дико орать на своих сотрудников. Но у нас есть вещи, когда у нас происходит ошибка, я говорю, девчонки, или там, ребята, да, там, давайте вот это не будем делать, потому что это влияет на наши, там, полностью на весь наш имидж. Бывают, когда завинчивают гайки в команде. И знаете, если вас завинчиваете, вы завинчиваете в своей команде гайки, если вы начинаете самоутверждаться как руководитель, свои какие-то комплексы, вас когда-то папа обижал, мама обижала, начальник обижал, и вы решили оторваться. Вот кто знает таких начальников неприятных? Поставьте одну орочку. Кто хоть раз работал с такими начальниками? У меня такие были. И это ужасно. Тогда вся команда боится допустить какую-то ошибку, боится вам искренне сказать, что они допустили какую-то ошибку, да, там, начинают какие-то между вза вами какие-то сплетни там и так далее. И это все переносится на сотрудников, то есть это недопустимо. Команда должна быть как швейцарские часы. Я вот в свою очередь, когда я работала на телевидении, у нас мой руководитель допустил серьезную ошибку, он нас очень по финансам обманывал, как я считаю. И я просто собрала тогда обычные журналисты, просто собрала весь коллектив, там, 50 человек, и сказала, давайте организуем бунт. И мы организовали бунт, после чего меня, правда, очень сильно по финансам наказали, но зато потом с этого момента у всех были хорошие зарплаты, в том числе у меня. И меня эта ситуация научила тому, что если я начну обижать своих сотрудников, мои сотрудники могут организовать бунт. А мне это как руководителю не надо, потому что на моих сотрудниках строится весь мой проект. Это важный момент. Кто согласен, что это важный момент, напишите словами. То есть очень важно уважать свою команду. Очень важно не срывать зло, потому что у вас у ребенка зубы растут, потому что муж вас обидел, потому что вы на соковом детоксе и так далее. Да, игнорируйте оболочку курса. Какая может быть ошибка? Я вчера буквально смотрела одних украинских ребят, и они просто космическую информацию рассказывали, которую я еще нигде не слышала. Я слушала, и думаю, я впервые поняла, что я готова вот прям завтра купить билеты, поехать, они только в Киеве обучают, офлайн. Я подумала, блин, я готова прям вот купить в Киеве билет, в Киеве билеты, поехать к ним. Но какой там сайт, какая съемка, какая, как работает микрофон? Я, конечно, понимаю, что у меня сейчас вебинар тоже плохо работает. То есть настолько все некачественно, и они продают этот курс там за 2000, по-моему, 900 гривен, Лен, 900 гривен это сколько на наши деньги получается? 2000, наверное, мне кажется. То есть маленькая цена за очень крутые знания. И вот эта оболочка, она просто их дешевит. Ты смотришь на них, и вот я просто смотрю, и думаю, может мне написать, сказать, ребята, вы что, давайте вы со мной поработайте, заплатите мне такую-то сумму. Мы просто сделаем так, что вы будете в десятки раз больше зарабатывать. Снимите нормально, наймите оператора, снимите нормальный звук, сделайте нормальный сайт, поднимите стоимость. Ну не может, 2200 стоит то, что вы говорите. Шесть часов работы вы даете просто колоссальные знания. И это вот тоже одна из проблем, когда люди себя обесценивают. Я сделаю, наверное, глоточек сока. Напишите сейчас. Из того, что я говорю, вы себе пользу берете, есть для вас важное, то есть вы сейчас иначе смотрите на создание курсов, вы сейчас понимаете, что это такой очень интересный, увлекательный процесс, в котором есть какие-то сложности. Эти все сложности, конечно, решаемы. Насчет команды. Тоже недавно встречалась с одним человеком. Этот человек мне говорит, слушай, я никогда не смогу создать команду. Меня так это удивило. Мне кажется, создавать команду очень легко. Главное доверять. Классно, интересно, спасибо. Про лидеры и команду очень важную. Крутая, мотаю себе на ус. Спасибо, Амали. Для меня, да, я заполняю для себя пробел, начинаю видеть некоторые. Смотрите, Лена. Лен, сколько у тебя уже курс? Да, тоже мы с тобой, по-моему, на курсе журфак. Мы с тобой, по-моему, примерно подкинули эту идею, что можно этим заниматься. Сколько у тебя курс, да, и все равно пришла на этот курс, чтобы получить информацию. Как оценить стоимость, да? Во-первых, перестать думать, что кто-то не придет. Вот тоже вчера встречалась девушка, и она, мы тоже про это говорили, я говорю, что вообще, создайте что-то, гений, блин, создай свой курс. Мне вот хочется просто всех трясти, говорить, ребята, создайте свой курс. Но вы же молодцы. Ну, просто когда я вижу, что эксперт, я не понимаю, почему человек, ну, вы зарабатываете на другом. Вот, видите, три курса по 50 человек в каждой группе, представляете? И при этом человек пришел слушать. Так вот, вам что мешает? Вы занимаетесь своей основной работой, параллельно у вас еще будет курс, как основной или дополнительный доход. Так вот, тогда эта девушка, она сказала, Ир, ну, а как понять, сколько стоит мой курс? И вы знаете, как понять? Ну, будьте честными с собой. У вас в голове есть эта цена. Вы знаете, сколько ваш курс стоит. Вы знаете, сколько вы хотите зарабатывать. Кто с этим согласен? Поставьте пятерочку. Как бы вы ни говорили, я не знаю, сколько это стоит. Не надо опираться на людей. Понимаете? Вот я проходила там один курс. Он стоял 4 500. Я проходила другой курс. Такой же курс, та же самая информация, стоила 45 тысяч. И там были люди, там 50 человек. И там были 50 человек. Просто человек, он оценивает сам себя. И понимаете, он не хочет работать за 5 тысяч. Он хочет работать за 45 тысяч. И все. Здесь вы устанавливаете цену, и вы смотрите, да? То есть, сколько вы будете... Вы можете там уже на моем большом курсе, мы можем с вами проработать ваши тарифы, сделать так, чтобы у вас было... С одного курса вы создали один маленький курс, потом люди переходят на другой, более дорогой курс, потом переходят на очень дорогой, потом работают индивидуально с вами. Вы можете выстроить несколько систем. Так вот, поэтому важно, чтобы вы... И потом представьте, что, допустим, ваш курс стоит 5 тысяч рублей. Вот вы создали курс. Вот, Алена, да, вы создали курс. Алена, ты думаешь, сколько готов взять человек? Ну, допустим, готовы 10 человек. 50 тысяч меня сейчас устроят? Устроят круто. Я продаю за 5. А если ко мне придут 3 человека? 15 тысяч меня устроят или нет? Круто. Буду продавать пока за 15, да. Потом постепенно буду увеличивать, допустим, стоимость и так далее. Дальше. Какие еще проблемы, да, когда не думают об удобствах студентов? Вот иногда ты заходишь обучаться на какой-то курс, и у меня такая была ошибка. Реально, первый, один, самый-самый-самый первый курс, я просто в почте скидывала задание, прямо в мейле отправляла задание, там текстовое задание, у меня не было видеоуроков. Я в тексте писала, сделайте то-то, то-то, исправьте в тексте то-то, то-то. Мы через мейл переписывались. Конечно, студентам было неудобно. То есть иногда создают неудобную, берут неудобную платформу, записывают неудобные уроки какие-то, неудобное время и так далее. Иногда эти неудобства нужны. Вот у меня на курсе четко продумано, почему у меня уроки выходят 3 раза в неделю, допустим, да, почему мы именно в это время, почему именно в это время кураторы работают. Когда у меня учатся студенты из США, допустим, мы им даем там дополнительные 2-3-4 дня дополнительных, потому что они в другом часовом поясе. Ну и, конечно, основная ошибка – это страх продавать. Это безумный, безумный страх продавать. И вот я думаю, что люди, которые придут ко мне на курс, тот, который я сейчас как раз запускаю, 90% из них будут люди, потому что боятся продавать. Им просто нужен будет человек рядом, который будет говорить, ты крутой, иди, сделай. Вот тут смотри, мы сделали хорошо. Это надо будет хорошо уверенным себе человеком, чтобы четко знать свою цену. Я только начинаю работать над курсом «Готовая структура наброски на страх». Ира, я всегда тебя слушаю, заряжаюсь, благодарю. Главное, что запал не пропал, а то самооценка низкая. Чтобы запал не пропал, приходите ко мне на курс. Чтобы не пропал запал, потому что пропадет. Почему этот курс и создается? Потому что самостоятельно вы послушаете вебинар, скажете, круто, 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 хочу зарабатывать 400 тысяч в месяц. Через неделю вы уже об этом вебинаре забудете. Кто со мной согласен, поставьте честную восьмерочку. Поэтому вам нужен человек, с которым вы будете созваниваться раз в неделю, которым будет говорить, так, что ты сделал? Так, а вот это что ты сделал? А давай-ка вот это вот это сделаем? А давай еще вот этому позвоним? Давай вот этому напишем? Давай вот это сделаем? И вы тогда идете, через три месяца вы оглядываетесь назад. Ого! То есть я еще три месяца назад сидел на вебинаре и говорил, мне страшно идти, там страшно за 5 тысяч продавать. А сейчас я продаю курс за 20 тысяч, у меня его покупают. Поэтому важно, чтобы всего две честных восьмерочки. Кто не согласен, поставьте нолик. Кто не согласен, что забудет этот вебинар, можем через две недели в сторис списаться с вами, узнаем, забыли вы про вебинар или нет. Хочу вам рассказать историю одной девушки. Это было как раз на том маленьком курсе про прямые эфиры, когда я учила людей проводить прямые эфиры. И там я вышла в прямой эфир с одной девушкой, и она, оказывается, вела блог о том, как в сторис делать крутые сторис. Я слушаю, слушаю ее, ну и, конечно, первое, что я произношу, говорю, а почему ты курс об этом не сделаешь? Ну классно же, да? Кому нравится идея курса о том, как делать сторис? Классные сторис, как всякие программы использовать. Поставьте одни орочку, как программы, как заливать видео, как делать всякие там маски, как звук, подкладывать музыку и так далее. Куча-куча всего. И она такая смотрит на меня, говорит, Ира, мне раньше эта идея вообще не приходила в голову. Серьезно? То есть я серьезно могу? А это кому-то нужно будет? Я говорю, ну конечно. Вот что ты можешь мне рассказать про сторис на то-то, 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 то-то. Я говорю, круто. Вот я бы у тебя курс купила. И она пишет мне на следующий день, ну я говорю, слушай, ну то есть если тебе пришла идея, запускаю ее сейчас. Вот продавай сейчас, потом ты курс докрутишь, продавай сейчас. И на следующий день она мне пишет, я очень люблю таких людей, которые вот сразу принимают решения, сама такая тоже, лучше принять решение и пожалеть потом, чем не принять вообще. И она мне пишет, Ирина, круто, я готова, я запускаю курс. Вот смотри, вот там такой текст, я буду... Такая-то стоимость. Какая-то стоимость была 300, что ли, рублей, 400. Я ей пишу, какие 300 рублей, ты что, ты делаешь курс за 300 рублей. Какая у вас сейчас реакция, когда вы слышите, что курс будет стоить 300 рублей? Какая у вас реакция? Вам этот курс интересен вообще? Или вам кажется, что там будет какая-то ерунда? Честно, напишите, пожалуйста. Дешево. Недоумение. Это вот вам ответ, как формировать сцену. Да? Так вот, и я ей говорю, что дело 990 рублей, там, или 900. Она расплакалась. Она прям прислала мне сообщение, она рыдала на взрыв. Ира, я вообще, эта информация есть в интернете. Да кому это надо? Она прям рыдала на взрыв. И вот это, кстати, одно из заблуждений. Вчера мне тоже девушка говорила на встрече. Ир, ну это же информация есть в интернете. Как вы думаете, почему люди идут на курс и платят деньги, если эта информация есть в интернете? Ответьте на этот вопрос. Это важно не для меня, а для вас, чтобы вы поняли. Ну да, действительно, есть информация, как писать тексты. Есть информация, ты можешь погуглить и найти информацию на YouTube. Просто миллион, как делать маски, там, как делать маску за 5 минут, как выкладывать сторис и так далее. Почему люди идут и платят? Нужда, поддержка и чужой опыт. Что еще? Потому что на курсе собрана она и структурирована. Потому что на курсе все сжато, в интернете можно искать месяцами. В интернете все есть. Важно, чтобы тебе дали структуру, самое главное помогли. Потому что эксперты разложат все по полочкам. Удобно, когда все сработано. Все информации есть в интернете, но ее нужно искать. Да, экономится время. Вот я, да, ценю свое время. Я пойду лучше заплачу, но я сэкономлю время, чем я буду там месяц. Вот вы тоже сейчас со своим курсом, если вы решите его запускать, вы можете это сделать самостоятельно. В принципе, есть рекомендации, да, даже там из того, что я вам сейчас рассказываю, уже можно что-то создать. Но вы просто это будете делать дольше, допустим, чем вы. Хотя, может, нет, хотя, может, делайте быстрее. Так вот, в итоге она, по-моему, сделала 900, не помню уже. И она заработала 50 тысяч. Пишут мне через... Ну, она сделала пост у себя. Она попросила рассказать друзей об этом курсе. И еще, по-моему, сделала сториз, одну сториз про нее я. И она заработала 50 тысяч, по-моему. Я сейчас могу в цифрах ошибаться, но приблизительно. И она мне присылает еще одно плачущие аудиосообщение. Она говорит, Ира, я вообще не думала, что это... Я не думала, что это так легко. Я вообще не понимаю. Я бы никогда не додумалась, что я могу продавать, и что это кому-то нужно. После... Я посмотрела ее курс, у нее был... Он очень сырой. Вот 900 рублей он стоил. То есть там 5-10 тысяч он не стоил. После этого я прям очень такой серьезный... Я говорю, слушай, ты молодец, а теперь бери блокнот и записывай. Вот это, вот это, вот это, вот это улучшить, вот это убрать, вот это, то-то, то-то, вот это не смей делать, то-то, 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 если ты хочешь зарабатывать больше. Вот. Чтобы было все нормально, да, то есть потому что продавать надо качественные курсы, не плохие. Если курс стоит 10 тысяч рублей, если вы будете продавать свой курс за 10 тысяч рублей, то представьте, что если вы продадите хотя бы 10 рым, это какая будет сумма? Кто из нас математик? Напишите, пожалуйста. Если курс стоит 10 тысяч рублей, вы продадите хотя бы 10 рым. какая будет стоимость? Сколько вы заработаете? Потратив там, не знаю, сколько вы, 2 дня в неделю или 2 часа в неделю, чтобы проверить уроки, 100 тысяч. А если 20 человек купят? А если 300 тысяч, 30 человек купят? Просто представьте, да, вот эти суммы. Напишите, пожалуйста, сколько вы хотите, чтобы приносил ваш курс? Вот сейчас. Учитывайте те возможности, которые у вас есть, те знания, ваши амбиции. Сколько вы хотите, чтобы ежемесячно приносил ваш курс? Напишите, пожалуйста. Прямо примерьте на себя эту сумму. Пишите, пишите. Сколько вы хотите, чтобы приносил ваш курс? 100, 200. 250 тысяч. Еще. Пишите, пишите. Прямо специально хочу узнать. 100 тысяч. Миллион. Молодец, Леночка. Очень люблю твои амбиции. Сейчас около 150 тысяч. Лена, тебе не приносит еще миллион? Ценник может приподнять. Может быть, что-то добавить. Какое-то еще дополнительный продукт. Сейчас около 150 тысяч. 150 тысяч. Ну, ты очень крутая. Я очень тебя люблю. Для начала 100. Скажите вот сейчас во время вебинара, у кого из вас возникло такое сильное желание создать свой курс? Вот до этого были сомнения, а сейчас, когда послушали, возникло сомнение, желание создать свой курс. И напишите, у кого наоборот возникло сомнение, что нет, это сложно, вообще я не буду этим заниматься. С каждым месяцем все больше старт 200 тысяч. 10 тысяч – хорошая сумма. Я хочу на твой курс и думаю, будет. Давно хочу, у меня возникло. А до этого кого не было, да? Продавай, Настя. Конечно, продавай. Если хороший курс, если ты уверена в нем, ну, если ты эксперт, я уверена, что ты эксперт, продавай. Почему это важно, ребят? Почему вот у нас, вы тоже поймите, что мы же наша миссия. Я недавно тут, мне нужно было для сайта отзывы, я зашла, читала отзывы журфаковцев и копирайтеров. Вы знаете, это вот все равно, какой бы ты ни делал крутой курс, ты все равно себя немножко как бы обесцениваешь. Ну, ты уже привыкаешь к тому, что твой курс покупают, что тебя хвалят, и ты обесцениваешь. И тут я читаю отзывы, и я просто понимаю, что мой курс реально меняет жизни людей. Понимаете? То есть для меня это просто такой инсайд был, что я не просто там обучаю тексты, мне пишут там просто кто-то такого там уверенность больше, кто-то новую работу нашел там и так далее. И я такая сижу, да, и понимаю, что мои курсы меняют жизнь людей. Так вот, когда мы с вами все начнем делать крутые курсы, то есть, допустим, я хочу научиться там делать сториз, так я лучше пойду и заплачу человеку, и он меня научит, и меня жизнь улучшится, и мой бизнес начнет больше приносить денег. Или там я хочу издавать книги, допустим, да, как самостоятельно создавать книги. Это я сейчас для Гузели говорю. Намекаю Гузели, потому что я понимаю, кто сейчас в вебинаре находится и так далее. И после этого, когда вы начинаете понимать, что вот я, представьте, у меня сейчас через 40 минут урок немецкого языка, а еще у меня вчера был урок английского языка, то есть у меня постоянно, да, так эти люди, они зарабатывают на консультации. И вы представьте, что я, у меня один урок английского стоит полторы тысячи и три раза в неделю, а урок немецкого стоит две тысячи и три раза в неделю. Вот представьте, умножьте, сколько люди зарабатывают только на мне, да, то есть только, чтобы со мной поработать, 6 тысяч, 6, 12, 24 тысячи просто, чтобы мне провести три консультации в неделю. Как вас это впечатляет сейчас или нет? Да, я считаю, вообще не надо ни на какую конкуренцию вообще обращать внимание. Сделайте такой курс, чтобы люди хотели идти именно к вам. Какая разница, много конкурентов, не много конкурентов. Люди все равно придут именно к вам на ваш голос, на ваше имя, на вашу репутацию. Поэтому на конкурентов вообще обращать внимание не стоит. Первый вопрос, который я вам задала, сколько вы хотите, чтобы ваш курс приносил? И вы написали 100, 200, кто-то миллион и так далее. А сколько вы готовы, только по-честному, вот в среднем платить людям за их курсы? Средняя цена. Сколько вы готовы людям платить за их курсы? Напишите, пожалуйста. У нас скоро вебинар уже закончится, не переживайте, не собираюсь вас всю субботу занимать. Немножечко у меня тут осталось. Сколько вы готовы людям платить за их работу, за их курсы? 15 тысяч, 15, 50-60 тысяч за курс, который принесет мне доход от 100 тысяч, 22 тысячи, 20-30. Как быть, если мои ниши? И что, Аня? У меня, когда я только пришла в инстокопирайтинг, я сказала, что мои тексты будут стоить 500 рублей, и мне платили. А потом оказалось, что в инстаграме все брали по 100 рублей за тексты. Но какая разница, кто берет, это их проблема. Сделайте так, что покупали у вас. Вообще не надо пираться там. Вы найдите тех, кто продает такие же, ваши же ниши, которые продают за 10 тысяч и за 20. Я уверена, такие есть, просто вы таких не нашли. Самый дорогой за 15 купила, 15-20, если мой доход до 70-100. Вот смотрите, сейчас вас это впечатлило, ребята, впечатлило вас сейчас, что люди готовы платить по 15-20 тысяч за курс. Кого это сейчас впечатлило? Поставьте пятерочку. Кого это впечатлило? И поверьте мне, когда вы покупаете курсы дороже, не всегда, что это знак качества, но, как правило, вы начинаете покупать курсы дороже, вы получаете еще круче информацию. То есть вы еще больше растете, ваш доход тоже увеличивается. Вот, поэтому смотрите, как это важно. Теперь я хочу вам рассказать буквально 2 секунды про мой курс, потом дам вам еще полезность. Кто смотрел, заходил на мой сайт и смотрел, что входит в мой курс. Кто заходил, поставьте восьмерочку, кто не захотел, поставьте нолик. Света так сделала презентацию, что я вообще ничего не вижу, думаю, что вы тоже ничего не видите. В общем, там будет 2 тарифа, 100 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. Это 3 месяца работы со мной, да, плотненько мы работаем. Это раз в неделю мы с вами созваниваемся. 100 тысяч рублей это в группе до 6 человек. Помимо этого, в качестве бонуса мы вам дарим курс душевный старителлинг и 2 вебинара, продающие тексты, чтобы вы могли посмотреть, понимать, как продавать, как писать с помощью старителлинга продавать. И мы с вами раз в неделю созваниваемся в течение 3 месяцев. И вы тогда сможете просто каждую неделю делать рывок, идти, 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 идти к своей цели, а не сдуться и не бояться продавать. Есть 200 тысяч рублей, это индивидуальная уже работа, когда мы не в группе, мы лично с вами тет на тет работаем, никто там не видит, чем вы занимаетесь. Мы там дарим, помимо этого, еще курс-шурфак, работа с куратором. То есть в любой момент вы, когда захотите, сможете пройти это обучение. Душевный старителлинг и огромное количество вебинаров, которые как делать лейдинги, как писать тексты для рассылок, как писать продающие тексты. То есть это то, что вы сможете, у вас будет такая база, которая поможет вам очень круто продавать свои тексты. Вот такая работа. Возьму я только 10 человек, это не вранье, это действительно, то есть это просто больше я не потяну по силам. Чтобы кто заинтересовался, кто хочет со мной поработать и вообще послушать более индивидуально меня, тому я советую записаться на предварительную бесплатную консультацию. То есть вы записываете, заходите на мой сайт, записывайтесь на бесплатную консультацию. Кстати, вот здесь вот в нашем чате сейчас висит ссылка. И Света, моя помощница, с вами созванивается, и мы с вами проводим, я потом лично с вами провожу бесплатную консультацию, на которой мы проговариваем уже ваши задачи. Если вы не хотите идти ко мне на курс, и на 99% уверены, что ко мне на курс не пойдете, не записывайтесь на эту бесплатную консультацию. Если у вас есть хотя бы 20-30%, что вы хотите пойти ко мне на курс, запишитесь на эту бесплатную консультацию, мы с вами поговорим именно про ваш курс, про вашу идею. Как вам эта идея, напишите словами. То есть лично, прям с вами, я сама лично поговорю, созвонюсь, мы прообщаемся, проговорим, что у вас есть, как вам улучшить и так далее. Дальше. Вы так притихли, понравилась вам эта информация, или типа не продавай, не продавай, давай нам дальше полезности рассказы. Вот, Лена ко мне придет на бесплатную консультацию. Круто, буду рада очень тебя увидеть. Итак, с чего начинается запуск курса? Конечно, с идеи. То есть когда вы с самого понимания, зачем вам этот курс нужен. Очень важно понять, зачем этот курс нужен другим людям. Потому что у нас всегда обычно бывает две проблемы. Либо я хочу продавать, но не понимаю, зачем это нужно мне, что это даст мне, какие плюсы и какие минусы. Либо я понимаю, зачем мне это нужно. Консультация. Ну, конечно, моя задача после этой консультации выбрать людей, с которыми мы будем в дальнейшем работать. То есть консультация, после которой вы можете для себя что-то полезное взять. Но просто с вами, просто консультировать вас бесплатно за ваш, про ваш курс, мне, конечно, не очень хочется. Поэтому это консультация перед курсом. Что мы можем с вами про уговорить какие-то вещи. Итак, с пониманием, зачем это нужно другим людям. Чтобы вы понимали, зачем это другим людям нужно. С пониманием, с кем вы будете и не будете работать. Это тоже важно. То есть когда вы для себя прописываете, вот с этими людьми я не работаю. То есть нет, это не моя аудитория. То есть, допустим, вот у меня есть бесплатная консультация. Приходит человек, и я понимаю, что он живет в кредит. Но я не буду ему говорить, слушай, иди, возьми кредит, купи мой курс. Потому что я понимаю, что это просто ухудшит его жизненную ситуацию. Я сама его на курс не возьму. А когда я вижу, что человек, реально у него просто есть какие-то проблемы маленькие, которые улучшат эти проблемы, у него увеличатся продажи, улучшатся курсы и так далее. Так я лучше этого человека позову к себе. И с этим человеком я хочу работать, мне самой с ним приятно работать. Вам важно понимать, с кем вы хотите работать, с кем нет. Иногда целевая аудитория заявляет о себе сама. Это очень важный такой момент. Поставьте, пожалуйста, девяточки, что вы меня слушаете. И поставьте пятерочки, если вам все еще интересно, если вы все еще не устали. Если устали, поставьте нолик, я буду знать, чтобы быстрее закруглиться. Очень важный момент бывает, что вот у меня так было. Я создавала первоначальный курс о текстах для предпринимателей. То есть у меня даже идеи не было и мысли. Я бы вообще не поверила, что я буду создавать этот курс, что я когда-то буду обучать копирайтеров. У меня не было такой идеи. Но ко мне стали приходить люди сами и говорить, «Ирина, я хочу быть копирайтером». То есть один, второй, третий, четвертый. Я поняла, что я создаю второй курс. Поэтому иногда вы запускаете какой-то проект, а потом у вас как бы от этого курса рождается еще какой-то дополнительный курс. Это очень крутая штука. То есть главное запустить. Вы делаете один курс, потом создаете второй. То есть не надо, я создам этот курс, и этот курс, и этот курс. Скорее всего, вы не будете продавать никакой. Поэтому вы делаете один курс, ставите его на ноги, и продаете, отшлифовываете, запускаете, помогаете, подключаете работу команды и создаете второй курс. Потом вы можете уже чужие курсы продавать. Важно выбрать форму обучения. С проверкой домашних заданий или без проверки домашних заданий. Раздробить знания на уроке. То есть сколько будет уроков, что конкретно вы будете говорить, какой будет первый урок, какой второй, какой третий. Вот я на своих курсах вплоть до того, что уроки местами переставляла. Я понимала, что вот это лучше так, а потом вот так. То есть я прям смотрела по студентам. Каждый поток у меня становился лучше и лучше. Проверить, готовы ли вы работать с людьми. То есть если вы не готовы с людьми, если вы не готовы к тому, что у них что-то будет получаться, что-то не получаться, кто-то будет на вас переносить свои там, вот у меня тексты не пишутся, вы плохой преподаватель. Или вот у меня тексты не пишутся, я плохой копирайтер. То есть если вы не готовы эти эмоции воспринимать, то, может быть, вам не стоит создавать курс. Быть готовым вкладываться в проекты временем и финансами. То есть мне не хочется, чтобы у вас была иллюзия, что вот вы создаете курс, и все, вам для этого ничего не надо делать. У кого такой иллюзии нет, поставьте одни орочки. У кого такая есть иллюзия, что есть некая волшебная таблетка, поставьте нолик. Вам придется вкладываться и какие-то деньги в свой блог вложить, и, может быть, сделать фотосессию какую-то. Вам придется вложиться временем, больше записывать по ночам уроки, отвечать студентам и так далее. То есть те деньги, которые вы заработаете, они, конечно, будут у вас какое-то время занимать. Но, поверьте, они будут занимать у вас гораздо меньше, чем то время, которое вы могли бы тратить в офисе. Зарабатывая 40-50 тысяч в офисе, вы можете зарабатывать гораздо больше, 200-300-400-500 миллион. То есть это непридуманные цифры, поверьте мне. Зарабатывать просто на том, что будете давать людям либо консультации, либо будете проверять домашние задания и так далее. Как вы считаете, что еще нужно сделать, чтобы запустить курс? Вот сейчас проверю вашу внимательность. Как вы считаете, что еще нужно сделать, что лично вам нужно сделать, чтобы запустить курс? Что лично вас останавливает сейчас от курса, помимо там скромности, стеснения, страхов, я имею в виду конкретные действия, что конкретно вам нужно сделать, чтобы запустить курс? Деньги и талант, конкретные действия, Амалия, конкретные действия, поверить в себя и свою экспертность, прописать структуру и предложить этот курс. Курс – это конкретные действия, юридическая составляющая, конкретно что надо, Наташа, сделать? Позвонить куда-то, где-то проконсультироваться, поискать в гугле конкретные действия, найти помощника, еще что? Что конкретно вам нужно сделать, чтобы запустить курс? Выбрать и изучить платформу, выбрать и изучить, найти наставника, это я, я ваш наставник, Алена. Прописать пошагово и проконсультироваться, может быть, прийти на мою бесплатную консультацию, да, Виктория? Надо ли открывать ИП, вот, да, выяснить, да, Наташа? Составить программу, а кого эти шаги пугают? Поставьте однерочку, а кто понимает, что это не так страшно, страшненько, может быть, сложненько, но не очень страшно, поставьте двоечку. Прописать курс, создать визуал. А если бы вы открыли другой бизнес? У кого из вас хоть раз была другая идея создать какой-то другой бизнес? Поставьте пятерочку и напишите, какой бизнес вы хотели создать. Там кафе открыть, свою стоматологию, свой детский клуб. Я хотела создать, помню, такую студию видеографов, где можно телевизионные фильмы делать. Кто из вас хотел хоть раз создать другой какой-то бизнес? Потому что онлайн-курсы – это бизнес, его не зря называют инфобизнесом, да, когда мы продаем информацию, продаем знания. Кто из вас хотел хоть какой-то другой создать бизнес? Напишите, пожалуйста. Я из кондитеров, СММ и Копиратин пришла. Сколько бы вы вложили в сил и денег и времени, если бы вы создавали другой бизнес? Пирожковую, клининговую, сколько бы вы вложили денег и сил, если бы вы вкладывались в свой бизнес? Времени, чтобы открыть свою кондитерскую или свою студию, либо уютное кафе. Сколько бы денег вам на аренду жилья, на то, чтобы платить людям зарплату и так далее. Нет, цифры, мне важны цифры, чтобы вы понимали сейчас цифры. Как вы понимаете, я не просто так вопросы задаю. Не меньше миллиона. Полный рабочий день даже. И не факт, что когда бы он окупился вам, да? Ребят, когда бы вам это окупилось? Я нисколько не принижаю эти бизнесы, я считаю, что люди, которые их создают, это просто какие-то для меня герои. Но минимум миллион, ребят, минимум бы миллион. А теперь, как вы считаете, сколько вам надо вложить, чтобы создать свой курс? Чтобы создать вам свой курс, сколько вам надо вложить, который вам будет уже сразу приносить деньги? И только если вы потом решите взять помощника, может быть, вы захотите взять бухгалтера, может быть, захотите взять юриста. Это у меня, а не у меня просто у нас там, мы иногда обращаемся к ним за консультацией. Тогда вы, может, расширите штат и будете платить людям зарплату. Может, вы будете самостоятельно все это делать. Вот как мои преподаватели, да? Зарабатываешь же, у меня учитель по ненемецкому языку 24 тысячи, только работая со мной. А я у него не единственный студент. Затраты на рекламу у наставников минимум 50-100. Но это окупится вам, это уже начнет окупаться. То есть через 2-3 месяца оно вам окупится. Но оплата сервисов какие-то, тысяча-две. Мы за эту вебинарную комнату заплатили 2 тысячи на месяц. Поэтому просто мне хочется, чтобы вы понимали, как эта девушка, которая делала курс по сториз, она заработала 50 тысяч, вообще ничего не вложив. Вообще ничего не вложив. Заработала 50 тысяч. Она просто проводила в закрытом аккаунте Инстаграма. Кто хоть раз проходил курс в закрытом аккаунте Инстаграма, поставьте одну ручку. Я свой курс по прямым эфирам проводила в закрытом аккаунте Инстаграма. Я не потратила на него ни копейки. Мой помощник просто мне сделала несколько фотографий, обработала и сделала мне лейтинг. Но это помощник, который и так на другой зарплате. Понимаете, да, что это выгодно? Это выгодно, помимо того, что это интересно. Важно правильно продавать. Важно правильно продавать. Не расхваливать себя, а давать людям результат. То есть когда люди понимают, зачем они к вам придут. Сейчас вот, когда мы прошли этот вебинар, вне зависимости от того, хотите ли вы покупать у меня курс или нет, у вас есть понимание, что если вы придете ко мне, у вас будет результат. Вот только честно, напишите, пожалуйста, прям словами. То есть не когда там я такая крутая, такая замечательная, когда вы говорите, смотрите, ребята, у меня был такой опыт, такой, 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 я сделала такие-то, такие-то ошибки, мы можем с вами прийти вот к такой-то цели. Сделаем там то-то, то-то, то-то. То есть когда вы понимаете, что есть какие-то действия, и вы за какой-то конкретный результат. Да. Поэтому важно, это такая одна из распространенных ошибок, когда люди говорят, расхваливают там только-только себя, и люди не понимают, круто, а зачем я вообще, ну, ты крутая, а зачем я к тебе пойду, что надо. Вот когда вы им говорите, что, ребят, там, приходите на курс, чтобы зарабатывать 4 тысяч рублей, но для этого надо будет там запустить нормальный курс. Если вы нормальный эксперт, то я вам помогу. И вот когда человек понимает, он понимает результат, он понимает, зачем он идёт, да, ему не говорят там, приходите на курс, потому что я помогу вам стать богаче. Это очень обширное такое, да, вот. А тут когда конкретно, вот вам надо, когда вы будете продавать свои курсы, конкретно, что люди к вам придут и получат. Приходите ко мне на курс инстакопирайтинг, вы станете копирайтером, сможете работать в свободном режиме, сможете путешествовать, сможете зарабатывать там от 50-70 тысяч в месяц. Вот на это люди идут, да. Они не идут на то, что приходите ко мне на курс, чтобы научиться красиво писать. Никто не пойдёт, не заплатит 25 тысяч для того, чтобы красиво писать. А вот когда им говорят, что вы опубликуете свою книгу, либо вы станете копирайтером, либо вы создадите личный бренд, увеличится доход вашей компании на результат. Важно создать парамику продаж. Мы это будем делать на нашем курсе. То есть если есть воронка продаж, она работает, и вы к вам идут клиенты из воронки продаж. Важно создать адвокатов бренда. Адвокаты бренда. Кто знает, что такое адвокаты бренда? Поставьте восьмёрочку. Адвокаты бренда – это когда люди просто, вы им ничего не платите, они просто хвалят ваш курс. Вот у меня очень много адвокатов моего бренда. То есть люди, которые прошли мой курс, мне очень нравится, у нас учился Дима, не помню фамилию, очень известный флорист, он для Леди Гаги делал рояль, украшал цветами рояль для Леди Гаги. Он учился у меня на курсе. И вот он потом раз пишет, Ир, я отправил тебе своего помощника. Потом раз, Ира, я тебе отправил учиться на курс своего маркетолога. И вот он постоянно кого-то отправляет ко мне учиться. И он адвокат моего бренда. То есть он, или там кто-то говорят, там раз смотришь, почему вы пришли ко мне на курс, Ира, да потому что у тебя училась вот такая студентка, я давно читаю её тексты, я безумно в неё улюблена, она про тебя говорила, я к тебе иду учиться на курс. То есть иногда просто я даже не продавала, люди сами приходят, потому что они, есть адвокаты бренда. Сейчас очень важно довести человека до результата. Если ещё 5 лет назад, 10 лет назад, когда только появился инфобизнес, продавали какие-то такие коробочки, продавали там бесплатно, то есть без обратной связи, мы покупали, и людям было без разницы, довели вы человека до результата или нет. Если вы сталкивались с такими курсами, поставьте девяточку. Если было такое, что вы приходили и видели, что людям без разницы, дойдёте вы до результата или нет, это ваши проблемы. Сейчас такой тренд и такое время, и такой уже как бы спрос на такие курсы, когда надо доводить человека до результата. То есть вы не взваливаете его к себе на плечо и не тащите его в светлое будущее, но вы тоже несёте ответственность за результат. То есть вы тоже, вам важно, чтобы человек дошёл до конца, чтобы он это сделал. Кто-то, конечно, не доходит там по разным причинам, но большинство доходит до конца, потому что чёткая есть задача. Очень важно включать сердце. То есть если вы будете просто давать механизм, просто будете давать знания, давать какую-то структуру, но при этом не будете давать тепло своим студентам, не будете давать им эту симпатию, они у вас не будут учиться. Люди не будут учиться у холодных людей. Кто с этим согласен, поставьте трочку. То есть важно, чтобы была нормальная атмосфера на курсе. И важно не включать маму. То есть вот есть такие студенты, много разных видов студентов, об этом я буду говорить на своём курсе, но просто сейчас затрону коротко эту тему. Есть такие студенты, которые приходят с позиции жертвы. И такой, пожалейте меня, пожалуйста, вот у меня вообще, вот прям я в себя не верю. И вот прям возьмите меня на ручки, и вот я вам заплатил 100 тысяч, и вы меня теперь все три месяца жалейте и тащите на руках светлое будущее. Вот либо с такими студентами вообще не работать, то есть это, ну, вот, допустим, это не моя целевая аудитория. Я люблю таких чётких людей. Заплатили, работаем, идём к результату, вместе смеёмся, вместе грустим, но мы идём к результату прям дружно. Но вот когда человек приходит просто для того, чтобы его пожалели и подтвердили, что он вот такой несчастный, я либо с такими людьми не работаю, либо я сразу человека ставлю на место. То есть я ему сразу говорю, слушай, давай с тобой честно поговорим. Вот ты сейчас включаешь там того-то, 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 вот это недопустимо. У тебя есть вариант, либо я тебе возвращаю деньги, и мы с тобой расстаёмся, либо ты вот просто пересмотри, давайте дам мне дельку, ты пересмотри, и дальше мы решим, мы работаем на других условиях или нет. Это тоже важно. Важно, чтобы вы не держались за всех студентов. Это понятно сейчас? Напишите, пожалуйста. Важно, чтобы вы не догоняли студентов. Важно, чтобы студенты шли за вами. Когда вы бежите и говорите, купите, 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 купите у меня, это наоборот, людей отпугивают, они от вас убегают. Когда вы людям говорите, у вас есть выбор, и хотите покупать, и хотите не покупать, как в моём случае. Действительно 10 мест. Купите – да, не купите – да. то тоже это ваш вариант, все равно купит, кто-то все равно придет, и мы будем вместе работать. Так вот, когда вы перестаете бежать за клиентами, клиенты начинают идти за вами, то есть они понимают вашу ценность, они понимают, что реально сейчас у вас цена такая, через полгода у вас будет цена другая, как жаль, что я это не сделала. Очень важно получать обратную связь от студентов, отзывы, это очень важно. И если у вас нет отзывов или они отрицательные, поверьте мне, это самый тревожный знак. Если люди вам не пишут отзывы, либо не все, они не все будут писать, но процентов 8-10 должны писать, если они не пишут вам отзывы, значит, это что-то не так в вашем курсе. Я бы на вашем месте прям созвонилась с учениками, либо списалась с учениками, я бы выяснила, что в вашем курсе не так. Просто у меня, допустим, так сделано, что на моем курсе последний урок, он как раз, где я прошу людей дать отзыв, и люди пишут честно, что они думают про мой курс. Много-много отзывов, не буду останавливаться, безумное количество благодарных отзывов за мой курс. Ну и последнее, что я вам хотела сказать, перед тем, как я отвечу на ваши вопросы, мой доход десятки раз выше, чем среднестатистическая зарплата. Я уже привыкла к этому доходу, раньше мне казалось, что это что-то заоблачное, сейчас уже к нему привыкла, я уже иду к другому доходу абсолютно на другие цифры. Я работаю два часа в день, а иногда, если честно, и два часа в неделю, два часа длится вебинар, иногда я провожу два часа, а потом неделю там путешествую, допустим. У меня нет начальников, я безумно этому рада. Кто тоже хочет, чтобы у него не было начальников, напишите словами «я хочу». Я в какой-то момент поняла, что мне очень сложно работать в подчинении, то есть вот руководить я обожаю, брать на себя ответственность я обожаю, вести команду вперед я обожаю. Быть в подчинении мне очень сложно, прям, ну действительно, я рада, что у меня нет начальника. Я благодарна Богу за то, что у меня нет начальника. У меня есть чудесная команда, которую я очень люблю, прям очень люблю. У меня недавно произошла смешная ситуация, когда мне написал куратор, они должны были тексты проверять не в понедельник, а во вторник. Мне пишет куратор, я это, наверное, на всю жизнь запомню, пишет «Ира, извини меня, пожалуйста, я проверяла тексты в понедельник, я должна была проверить во вторник, я даже во вторник буду проверять». И я такая смотрю и думаю, ну я знаю, что я их не запугиваю, у нас с ними очень дружеские отношения, они могут надо мной посмеяться, я над ними могу посмеяться. И я думаю, Ира, как выстроились отношения в команде, что люди поработали лишний день, и они тебе еще пишут за это, слушай, извини, я поработала, но я еще лишний день поработаю. Понимаете, да, это очень круто, что люди говорят, что работают. У меня есть путешествие, обучение, знакомство с невероятными людьми, потому что те люди, с которыми я познакомилась, благодаря своему курсу, я бы с ними не познакомилась никогда. Когда к тебе приходят очень крутые люди, у которых ты сам потом учишься, это впечатляет. Это помогает создать вам людей в вашей крови, знаете, когда к вам приходят именно ваши удовольствия. То есть ты смотришь, ты понимаешь, классно, в другом бы месте этих людей не встретила, а это пришли мои люди, по которым я скучала. И сейчас я создаю курсы, которые уже делаю совместно с другими авторами. Вот, например, курс по русскому языку вообще создает другой человек. Я просто пишу, смотрю, так, вот это непонятно, вот это давай переделаем. Вот здесь можно поставить такую картинку. И просто продавать этот курс буду я, потому что он под моим контролем выходит. И для меня, по сути, создается. Естественно, я тоже на этом курсе буду очень хорошо зарабатывать, помимо и автора курса буду зарабатывать. Я очень на нем тоже пору шел. Ну вот, такой был вебинар. Надеюсь, он для вас был полезным. Напишите свое мнение. И у нас есть буквально 10-15 минут до моего урока немецкого языка, чтобы ответить на ваши вопросы. Если кто-то будет бежать, сейчас я гляну в телефоне, что у меня там происходит, то напишите свое мнение. На каких сайтах лучше вести курсы? Все зависит от курса. Я вам говорю, что вы можете в закрытом аккаунте Инстаграма, вы можете в Телеграме. Я вот один курс обожаю. Я платила за него 5 тысяч, потом за следующий платила 10, а потом платила 18. И это стоило только от того, что мне человек прислал, по-моему, 5 аудиозаписей в Телеграме. Но это было очень круто. И для меня это было прям вот суперзнание. И я не пожалела. Просто в Телеграме мне человек прислал аудиозаписи. Ну свои там наговорил персонально для меня там кое-какую информацию нужную для меня. Отличный эфир, полезный. Благодарю, Ирина. Очень полезная информация. Есть ли вопросики? У кого нет вопросика, вставим нолик. Записываемся на бесплатную консультацию, если хотите дальше идти. Потому что сейчас вы все это отложите в данный ящик, и курс так можете не запустить. Приходите на бесплатную консультацию. О, я вижу, обалдеть уже, сколько заявок на бесплатную консультацию. Да, Света, видела? Во время вебинара прям смотрю, записывайтесь на бесплатные консультации. Молодцы, мне приятно. Помните, пожалуйста, что буду только 10 человек брать. Ну, я думаю, что вы будете, тариф который за 100, но если кто-то за 200 придет, то это вообще супер. Какой процент нужно платить куратору? Вы сами решаете. Это абсолютно ваше. Вы можете процент платить. У меня кураторы на определенном, ну, то есть у нас есть определенная стоимость студента. То есть вот если ты работал, ну, причем это зависит от того, что сколько студент работал до конца он курса дошел, либо он остановился на середине и так далее. То есть с этого куратор, он за это получает. Кураторам важно довести студента до конца курса, поэтому их зарплата, она вот как бы такая, но она приличная. То есть они на зарплату точно не жалуются. Очень-очень хорошая зарплата у них. Вот такой был вебинар. Ну что, будем прощаться? Ставим тогда мне пятерочки, если у вас нет вопросов. Нужно ли брать сразу кураторов или начать? Самой. Юль, пробуй самой. А потом уже бери куратор. Когда ты поймешь, ты сама протестируй. Потому что если тебя само будут еще какие-то от каких-то нюансов так вот колыхать, то есть ты будешь где-то что-то в чем-то неуверенно, где-то захочешь переделать курс, это будет колыхать и твою команду. Как руководитель, ты должна быть максимально спокойна в любой экстремальной ситуации. Полезно было, да? Вопросов нет вообще, ни у кого никаких вопросов. Все настолько было подробно, что даже и вопросов нет. Тогда я буду с вами прощаться. Передохну, по крайней мере, перед своим уроком. И с удовольствием, я вижу, что многие из вас записались на индивидуальную консультацию, с удовольствием с вами созвонюсь и пообщаюсь отдельно уже. И сразу скажу, что вам напишут в директ, о, не директ, в WhatsApp, вам напишет моя помощница Светлана. Там будут некие пожелания, как зарегистрироваться в Skype, какой у меня Skype, чтобы вы понимали, какие правила. Прислушайтесь к этим правилам. Они достаточно серьезные, чтобы попасть на бесплатную консультацию. Такой вопрос, сколько вложили вы на первом этапе? Вообще ничего не вложила я. Что я там вкладывала? Знания у меня, знания были, да? Как эксперт я уже была. На тот момент я зарабатывала на том, что я писала тексты на заказ. Я какие-то, по-моему, тогда еще даже в рекламу я толком не вкладывалась. Просто стала. Я поразилась, что для меня было открытие, и для вас это будет открытие. Когда вам первый раз переведут деньги за ваши знания, вы удивитесь, вы скажете, что так можно было. То есть я ходила, у меня просто, у меня прямо было такое, знаете, в какой-то момент такое расстройство, зачем я столько лет провела вообще на работе? У меня просто такой онсайд, зачем я столько лет, я еще там 10 лет назад могла какой-то курс создать, 5 лет назад могла какой-то курс создать, но я ходила в офис, работала по 12 часов. Зачем? Где лучше запускать рекламу Инстаграм, Контакт, Яндекс? В зависимости, что за аудитория, что это, где они чаще всего, эта аудитория обладает и так далее. В зависимости от самой ситуации, да? От людей. И там, и там, и там можно. Ну, я бы выбрала какую-то одну сначала, социальную сеть или... Можно ВКонтакте, у меня вот знакомые очень хорошо зарабатывают именно ВКонтакте. Вообще Инстаграм не приносит, но не такой большой доход. ВКонтакте хорошо. Есть знакомые, которые зарабатывают в Одноклассниках, прям очень хорошо зарабатывают в Одноклассниках. Есть люди, которые зарабатывают в Телеграме. Смотрите, что вам комфортнее. Если идея очень срая, стоит ли приходить на консультацию? Ирина, стоит, но хотя бы, если у тебя есть желание прийти ко мне на курс. Это не значит, что ты после этой бесплатной консультации обязана мне заплатить 100 тысяч. Не обязана. Если ты не заплатишь, я пойму. Но хотя бы есть какое-то желание, если не просто поговорить. Да. Сырая... У меня сейчас перед вебинаром была консультация. У девушки сырая идея, но очень крутая. То есть доделать ее идею, докрутить, и можно продавать. Хорошая идея. Поэтому если сырая, хорошо, наоборот, что хорошо, что сырая. То есть ее, значит, можно, она такая пластичная, мы можем из нее сделать что-то очень такое шедевральное. И почему еще важно отработать в паре, да? Почему важно, чтобы у вас была обратная связь? Потому что вы... Я вам как клиент дам обратную связь. Я вам как клиент буду говорить, слушай, я бы за это не заплатила. А вот это вот, давай вот это добавим. А давай вот это, смотри. А вот это прям круто, 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 хочу у тебя купить. Да, то есть вот это важно обратная связь. Плюс еще же там такие моменты. Юридически, как оформлять курс. Как с бухгалтерией быть, да? Как какие договоры, договора, договоры. Как составлять со своими студентами, да? Чтобы у вас не было друг к другу каких-то претензий. Как продвигать свой аккаунт и так далее. Куча нюансов, которые вам надо знать. Но это того стоит, ребят. Повторюсь, что это не такие большие деньги. Ирина, вас очень приятно слушать и видеть. Вы очень гармоничный человек. Благодарю вас за вебинары. С нетерпением жду ваш курс Инстакопирайтинг, на который я иду в январе. Очень рада, да-то. Надеюсь, что уже скоро, скоро январь, скоро увидимся. Все, вас всех крепко обнимаю. Спасибо за этот вебинар. Мне очень приятно было для вас этот вебинар вести. Спасибо за ваше внимание, за ваши теплые слова. И я отключаюсь. Жду вас на каком-то из своих, на одном из своих курсов. Приходите. Пока-пока. Отключаю запись. И отключаю звук. Продолжение следует... Продолжение следует...